Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1133. Событие дня. Эпиграф. Псалом 65, 18. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глаз умоления моего. Моё объявление. Тут вот умерла сестра. Читайте. И дальше идут ролики. Как она выпросила 10 лет жизни. Потом тут отпевания, поминки, всё. Ну, говорят, делайте объявление, что кто-то поможет. Четверо детей остались. А муж глухонемой. И сюда и работает. Андрей Гринкевич. Игнатий Тихонович, ждём от вас полной информации о Сергее. Спасибо, Христос. Вы и Сергей для меня не могу слов найти. Игнатий Тихонович, с весны прошлого года попал на ваши ролики. А потом вышел на Сергея через вас. Изначально относился к вам насторожённо, несерьёзно. Но затем запали в душу слова ваши, как вы обратились и сказали на корабле. Сам я служил в военно-морском флоте, срочно, что мы неправильно живём. Эти слова и ваш рассказ об этом глубоко проник и тормошил меня. Спасибо вам за это. Именно через вас я понял истинного Христе. Пишу большим шрифтом, так как я инвалид по зрению. Слава Христу! Всё необычно. Ну вот что можно было. Я думаю, переписки такой не было ни у кого, как у меня. Вчера я закончил обработку. Это в моём мире его переписывались. Без одного месяца семь лет. Это если книгу, вот как у меня книга, это примерно 550 страниц будет. Я всё сохранил это. Владимир Генган. «Сегодня узнал, слёзы автоматом полили. Слава нашему Господу Иисусу Христу! Слава! Игнатий Тихонович, мир вам! Это Вячеслав Семёнов, Казань. Я отсылал вам статьи свои по защите отца Владимира Головина. На видеосвязь с вами выйти можно сейчас?» Подготовил ряд вопросов. Он сказал «можно». Он вышел и побеседовали. Теперь надо закачать эту гору. Вот я Рустик. «Игнатий Тихонович, прошу прощения, если вас чем-то огорчил. Вы для меня всё равно были и будете эталоном православного христианина». Виталий. «Невероятно тяжело расставаться с дорогим сердцем человеком. Жалко себя, потому и слёзы градом. Что не увижу, не услышу, не поговорю. То, что делал Сергей для людей, для меня всё это время, его живая непоколебимая тяжестью своего креста вера, принесут плоды к престолу Господа нашего. Верю. «Отец прославит своего избранника, воина, друга, сына на небесах. Радуйтесь и веселитесь, у Бога все живы. Мы встретимся у ног Христа на суде, только бы дожить жизнь так, как учит Бог, так, как призывал словами священного Писания дорогой наш Сергей. Со святыми упокой в Христе душу раба твоего Сергия и сотвори ему вечную память. Аминь». Вот тоже не услышу, не поговорю. Один говорит, вот, я давно собираюсь к Клапкину съездить. «Да что съездит-то? Он уже умер. Да вы что? Ну, всё некогда, некогда. А теперь как? А другой говорит, да он живее из тех живых. А, ну, тогда ещё успею». Вот так у нас и есть. Ольга. «Вечная память, вечный покой, дорогой брат во Христе». Я отвечаю. В этом одном файле представляется на рассмотрение всем моя переписка с Сергеем Козловым, парализованным за 7 лет в моём мире. Как это сделать в виде нескольких видеороликов, чтобы легко можно было считать текст и передвигать текст в любое место? Жду предложения, советы и помощь реальную. Размер, если в виде книги, то примерно в 550 страниц. Дмитрий, здравствуйте, Дина Тихонович. Хотел бы узнать ваше мнение из ссылки на Библию по поводу бабулек-целителей. Не по слухам где-то, а лично знаю такую бабулю, живёт недалеко от меня. Как относиться христианину к подобному роду бабушкам? Про ту бабушку, которую знаю, я могу сказать, что она православная. И вроде бы её даже благословляли на это дело. И мне приходилось разговаривать с теми, кто к ней обращался. Говорят, что исключительно молитвами, крестными знамениями и ещё подобного рода действиями. Я лично, беседуя с этим человеком, говорил, что это абсурд полнейший-то. Потому что выпрашивать что-то у Бога, будь то здоровье или ещё что-то через бабулек, ну, это как минимум странно. Ещё абсурдным считаю то, что к ней идут абсолютно по каждому вопросу. Корова заболела или детей от испугов каких-то лещит. С кем бы ни разговаривал, всё равно не получается объяснить, что чудо не этой бабульке нужно ждать, а от Божьей милости. А может, я в чём ошибаюсь? Вот и хотел вас спросить по этому поводу. Есть ли опасность в обращении к таким бабушкам и проявлении определённых чудес? «Люди к ней толпами едут, так как она действительно решает заведомо нерешаемые проблемы. На мой взгляд, это очень острая проблема, так как люди ищут выход или ищут помощь где угодно, только не там, где нужно. Заранее сердечно благодарю». Ну, сразу скажу, что слово «проблема» совершенно не применяю, не принимаю. Это американское слово «проблем». Нет это ни в Библии, ни у святых отцов. На 300 томов этого слова нет. А что, нерешённый вопрос, трудный вопрос. У меня такие проблемы, что мне трудно, я не могу решить. Есть русские слова. Вот исключить. Второе. К бабушкам ходить. Ну, а если она действительно лечит? Ну, а как она лечит? Вот я, которая знала, лечит. Ну, это трудно её расколотить. Я встречал одну такую. И она истинно покаялась. И вот кто-то пришёл лечить. Она покаялась. И она говорит, я вижу, заходит сатана. А человек пришёл, у меня ребёнок там испугался. Надо. И она падает и молится. И не ходить. И ничего этого нет. Я от сатаны это всё делал. А я думала от Бога. И она видит не человек, а сатана зашёл, у порога стоит демон. Он считал про одного старца, к которому так же ходили. Иконы у меня обсавятся. Колдуны они все это, чтобы ты поверил-то. Ну, а наткнулся на такого исповедника, который его начал исповедовать. Да, Потёмок исповедовал одного. Он всё защищал. Только потом он говорит, а какие слова ты после этой молитвы говоришь? Он стал говорить там хула. Он говорит, ты эти слова не знаешь? Нет. А вот что он её означает? Это по-латински. У них там как, свисун-свистуновишь, волосом раскатись, там утопись. Не надо. Хотя бы тело развалилось на счастье, говорит Ян Златоос, и тогда не иди. Обратись к Богу. Помолиться можем. Почему? Много звонят там, у меня то, другое. Мы молимся, записки подают в церкви. Молятся за здравие, за упокой. Это разрешается. Но одна здесь у нас в Барнауле была бабка. Или к ней приходит она. Меня отец Семён Титов, батюшка, благословил. Я тогда пошёл к священнику. А он тучень такой, 153 килограмма весом, при росте 162 сантиметра. Я говорю, отец Семён, вы бабушку благословляли. Она говорит, ваших детей лечила. Да что же она врет-то? Да я запретил ей, сколько раз говорил. Ты отстань от этого. Она не может отстать. Что-то несут. Как миротащивая икона, как вот эта Валентина Афанасьевна Славика Щебаркульского. Её уже оттуда не вытащить. Уже всё. Уже исследовали, смотрели, что писал. Ну, ребёнок, мультики там видел, и всё равно они уже никак нельзя выйти. Почему? Отвергнись с себя. Вот отвергнись, и будет другое. Дай место Господу. Ну, молись, если Господу угодно даст он. Где их бабулькам? Мы не видим это ни в Ветхом Завете, ни в Новом. Как с ней это началось? А потом они как страшно умирают, эти бабульки. Ну, а если это от Бога? Не могу сказать. Но опасность велика. Вот юродивые. Ну, юродивые-то не так много, как будто сравнение со всем народом-то. А однако их исследовали, смотрели. И из юродивых, говорит, может быть, настоящий юродивый один на тысячу там. Так то есть, ну, никак. Все это обманщики. Если один на тысячу, где его будешь искать? Там Серапим Саровский, кто там об этом говорит. Так и здесь. Ну, я бы не пошел никак. Что помолился. Поблагодарил Бога. Если болен человек, пусть призовет Пресвятеров и помолится над ним. Послание Якова. А другое, ну, уже первое-то, к священникам. Второе, врач. Иной раз в их руках бывает успех. Серахов пишет, там, 38-я глава. Ну, и все. Вот показаны два врача. А если нет, упрямо Господу молимся. Ну, и можно и с мятым молиться, Божьей Матери. К бабулькам не надо ходить. Я ее не знаю, не видел, но говорю то, что видел. У нас соседка была, Литвуева Устинья. Прямо рядом. Я прихожу, она сидит что-то за столом. Я вижу, что-то она там пальцами шевелит. Я подошел, а она молоко дай ей. И она там нос опустила там вот и считает. Теленок заболел. Кто ей сказал больной? Она пришла, а я приехал, она не ждала меня. Я в городе учился. Я говорю, так это же колдовство. Такие ваты идут живьем, я говорю. Как она это от себя бросила, эту ниточку. А ниточку она считает молитвой. И узелок завязывает, сколько надо насчитать. А потом вот эту ниточку привязать теленку на ноги. Как она выскочила. И вот все это уже сатана сделал. И отец мой идет. И она его чуть не сшибла. Игнатий меня убить хотел. А теленок действительно заболел. И отец разгневался на меня. Приехал ты тут сразу. Ну пошли мы дрова с отцом пилить-то. Еще-то тут. Ну я пилю, а сам думаю, конечно, и про себя молюсь. И отец вдруг улыбнулся и говорит. Что ж ты такое мог сказать? Она как ошпаренная вылетела. Я говорю, да вот так вот. А он говорил, не волшебница, а фа. Фолшебница. А теленок. А теленок пришел, он говорит, прыгай. Даже нужды никакой нету. Никто даже и не молился о нем. Он где-то там что-то придавило ногу или что-то. Он не наступал на нее. Вот и все. Это я с чем встречался лично. С несколькими бабушками где-то. Я знаю, да, могут лечить. А ребенок, как правило, вырастает после лечения пьяница, припадочный или еще что-то. У нас говорили, когда такие умирают, то она не может умереть. Ей надо кого-то взять за руку, ей передать свой этот талант, в кавычках. Черную силу, магию. И тогда она хоть внучку, хоть кого-то за руку схватит, я тебе это передаю. Она еще не поняла ничего-то. Ну и в это время надо матку поднять, вот на которой потолок лежит-то. Повыше, как-то ломиком или как там, поднимают. Вот и говорят так. И в это время она кричит, понесли, понесли. То есть демоны ее взяли и выносят в эту дыру. Вот насколько достоверно. Не ходить к волшебнице, пошел Саул и погиб. Такое есть. Ну вот это, вчерашний день. Я все еще проводил в моем мире мой mail.ru. У нас была переписка. Сейчас я могу даже посмотреть, может быть, увидите, как это делается. Вот, входящий мой мир. Сейчас я зайду сюда. Вот тут Андрей Александрович зашел, что-то сказать хочет. Ну-ка, что тут такое? У-у-у, тут у меня сколько. Игнатий Тихонович, примите мои соболезнования. Отошел ко Господу ваш друг Сергей. Знаю, вы его сильно любили. Много видео вы вместе сделали. На мой взгляд, самые искренние беседы были с ним. В них столько любви взаимной. Это надо будет меня потом списать себе. Галина в леску вот зашла. Я тоже не считал. Так прямо в открытую. Мир вам, молюсь и думаю об ошедшей душе Сергея Козлова. Герой веры. Стоим в стоик православия. Аксиос святости. Современной святой. Братья, кто возьмется написать и сохранить его жизнеописание? Там он фильм какой-то ставить хотели. Вячеслав Семенов. Вот вчера я с ним беседовал. И говорит, это Вячеслав Семенов, Казань. Только что общались. Ну, а больше ничего и нет. Юрий Соболев. Вот я прямо сразу открываю на моем мире. Юрий Соболев. Спаси Христос. Больше ничего нет. Спаси Христос. Что-то там, наверное, еще есть. Ну, да. Господи, упокой раба твоего Сергия и прими его во царствие Твое. Андрей недоступ. Что это такое? Андрей недоступ. Ну, это событие он все говорит. Надо мне переносить. Александр Банников. Благодарю вас, Игнатий Тихонович. Вот так. Вот сколько людей пришло. Алексей Могучев тоже зашел. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Вот созрели ваши книжки приобрести. Интересует новый завет с толкованием и к истинному православию. Скажите, пожалуйста, сколько это стоить будет с доставкой до Нижнего Новгорода? Ну, вот так вот заходит. Но это надо запомнить. Потом я закончу. Тут Светлана какая-то. Мир вашему дому. Смотрю с интересом ваши видео. Слушаю вас и больше хочу познать Бога. Это Светлана. Ну, надо ей кое-что будет скинуть. Лидия Крещитова. Новые люди. Бог тебя пусть захранит твою семью. Вот она скинула такое. Ну, вот так. А вот где с Сергеем мы беседовали-то, это надо посмотреть где-то тут. Сайт Кристиния. Ну, где-то тут у меня Сергей был. Это все Сергей, 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 Сергей. Сколько Сергеев этих. А я за всю жизнь, за 80 лет, ни разу не встретил человека с именем Игнатий. Чтобы вот так обратиться, сказал, Игнатий там, здорово, или Игнатий, иди сюда. Вот он, Сергей Православный. Это, парализованный. В конце, говорит, Сергей. Вот тут мы с ним переписывались. Русская Православная Церковь, Крест. Вот. Компьютер из какого-то другого. Я вчера закончил эту. Сейчас посмотрю отдельное уведомление. Какие тут кто смотрел, что Игумен Кирилл. Ну, людям нравится, но это про картинки. Тут еще такого нету. Вот. Целый день занимался этим. И составился у меня один ролик. Нашу переписку всю перетащил. Вот. Где-то она тут есть. Надо найти. Сергей парализованный. Вот он где. Вот. Тут стихи я ему посылал. Первый раз, как познакомились мы. Ну, состоялось у нас... Просто встретились 7 февраля 2012 года. Ну, рядом прямо 12-е, 19-е. 7 лет. А первая запись от 29 февраля. Последние годы переписка почти сошла на нет. Так как Сергею трудно было считать. И все перешло на YouTube, в Skype. Попутно выставляются ролики наших бесед. И вообще, и вот Skype-беседы с другими людьми, которые получили от него нужные для спасения душ. Не ведаю, есть ли еще где такое богатое наследие от парализованных, как от нашего брата Сергея. Ну, вот здесь вот. От Сергея вышло здесь 829 сообщений. Он мне написал за эти 7 лет общения с ним. А от меня, Игнатия, 1816. Ну, вот дальше 29 февраля 2012 года. В 2241. Вот, видишь, как. Плач Еремея. Дыхание жизни нашей, помазанный, Господень пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, потенево будем жить среди народов. Плач 5-7. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. И вот я сейчас так ее протяну. Ну, это много. 500 сторон. Видите, я тут раскрыл. Где больше, где меньше. Вот это у нас на все были разговоры. Бывало иногда где-то несоответствие друг к другу. Что там? Ну, о ком-то он отзывается так, а я так. Вот, об одном человеке так. Ну, например, о трех человеках где-то. И он опыт-то есть, а больной тут и все. Я на это отхожу. Во всех этих случаях потом ему было показано, что они не такие. Об одном он думал плохо, а тот оказался очень хороший. А другой хороший-хороший. Вот. Калинин Александр там воскресал. А оказалось, а мое сердце сразу не расположено было к нему. А потом вот эта Матильда была, он там руководитель, его арестовали, машины сжигали. И оказалось, его судили за убийство. И он скрывал это за убийство, поделку документов, две статьи. А мне Господь это открыл сразу. Ну, это на нас не повлияло, на наши отношения. Я легко иду на то. Ну, сказали, да не сказали. Я тот самый последний здесь. Что и какие документы. Я ему все высылал. Ну, все-таки, если вот как здесь вот получается, что 884 страницы. Даже 885. Ну, я так взял 550 примерно, если уменьшить шрифт. Вчера хоронили его, вчера. Все это сообщают. Теперь, что там снимали, не снимали, все узнаем. Ну, и дальше будет видно. Встаем сюда в 4.40, а вчера ложиться пришлось уже без 5.12. Я раньше обычно ложился. А тут вчера я первый раз вошел в эту, в чатрулетка называется такая. Ну, и два ролика записали, утром и вечером. Мне хорошо, когда Володя рядом. Он говорит, я не раз слышу что-то. Записывали подряд, и там нехорошее, надо вырезать. Иногда встречается такое. Ну, это-то так вырезать. Лучше, может, сегодня подумал я, может, так и отдельно записывать. Потому что долго идешь, пока кто-то выйдет, ой, испугались, вот так соскочат от нас. И все полуголые или голые там. Там много. Любое сообщение-то надо посмотреть как. Вот, много мусульман там. Мусульманы, ну, так, какие-то щетина там, как бородка-то. Ассирийские воины. И вот выправлял, выправлял, выправлял 800 страниц. Это не просто так. Сейчас я покажу, где взято Слово Божие. Это жирным, курсивом и красным выделил. Вот я ему послал стихотворение. Видите, какое у меня стихотворение? Каждое стихотворение 9 куплетов. И, ну, 36 строчек. И напротив каждой строчки место Писания, откуда взята мысль. Библию открыть надо 36 раз. Я говорю, вот эпиграф. «И заключу с ними завет мира и удалюсь с земли лютых зверей, так, что безопасно будут жить в степи и спать в лесах». Из Декиля 34, 25. И 1 Фессоникисом 5, 3. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в очреве, и не избегнут». Я пишу стихотворение. «Зима в преддверии и лютые морозы, поземка вьюга, запуржит буран. Неподготовленный маячит призрак грозный, смерть непременная нагрянет, как тиран. Пока не кончилось тепло, торопит жатву, наполнит закрома сухой пшеницей и обеспечит пчел всю живность и лошадок. В тепле собачке легче ощенится. И только уж совсем пропитый малый не озаботится о пище и жилье. Последний месяц, и зима настала, пришла в отстиранном, зализанном белье. Седмицы Даниила отмахнула. Последняя всем ясна на подходе. То там, то здесь война с подземным гулом, смятение, неуверенность в народе. И самый сильный побежит раздетый, семь жен ухватятся задраные штаны. И варятся в горшках своих же дети, страданием сосуды все полны. Отнимется писание насильно, от моря и до моря ринутся скитальцы. Ища послушать, возопят умильно, к антихристу на удочку, как многие попались. Что заготовишь, знаешь наизусть, накопленный багаж библейских строчек. Горит в душе неопалимый куст, неугасающий светильник в жуткой ночи. Еще есть время, может, бабье лето. Обдуманно веди с собой войну. Заранее заботься стать атлетом. Труду дай предпочтение, а не сну. Запас к зиме уже сейчас готовят. Заполнит щель, не выдает тепло. Заучивает писание слово в слово. Пурга событий бьет в туманное стекло. 26 сентября 2003 года. Игла Игнатия Лапкина. И дальше третья езда 16.39. Как у беременной женщины, когда девятый месяц, настанет ей пора родить сыны. Часа за два или за три до рождения боли охватывают шрево ее. И при выходе младенца из шрева не замедляет ни на одну минуту. Так не замедляет прийти на землю бедствие. И люди того времени восстинают, боли охватят их. Слушай слово, народ мой. Готовьтесь на брань, и среди бедствий будьте, как пришельцы земли. Продающий пусть будет, как собирающийся в бегство, и покупающий, как готовящийся на погибель. Торгующий, как не ожидающий никакой прибыли, и строящий дом, как не надеющийся жить в нем. Сетель пусть думает, что не пожнет, и виноградарь, что не соберет винограда. Вступающий в брак, что не будет рождать детей, и не вступающие, как вдовцы. Посему все трудящиеся без пользы трудятся. Ибо плодами трудовых воспользуются чужеземцы, и имущество их расхитят. Домы их разрушат, и сыновей их поработят, потому что в плену и в голоде они рождают детей своих. Ну и потом дальше. Прямая речь, где Бог глаголит. Там двоеточие стоит, бросает в дрожь. Кто мог расслышать точно Божью волю? Но если слово выпустили, а это ложь, прямая речь людей один к другому. Здесь нет вопросов к одному один. Но Бог, но Дух Святой проговорил не громом. На двоеточие растеряно, с сомнением глядим. Кто мог запомнить передачу точь-точь? Не переставив и местами в слове слова. Как-то расслышать самость превозмочь, ведь говорит не человек Егор, а и Егова. Полсотни лет смотрю на букву в рост. За главное местоимение он, сам, его, мое. Царствие мое, легко сказал Христос, вмиг расширяя к небу узкий окоем. Вот Павла Дух идти не допустил. Но как? Он слышит что-то или как? От полной речи той дошли одни куски. Ведь мы-то их коснулись лишь слегка. У двух евангелистов по-разному одно, и даже у отче наш расширили полнее. Одновременный взгляд в протертое окно, как будто разное у каждого линейка. Прямая речь Адама, Евы, Змея. Меня нисколько ныне вовсе не тревожит. Но двоеточие за Бог сказал не имею. Я в той беседе рядом непрохожий. Как верующий в то, что Библия Бога вдохновенно, сомнения в написанном в ней вовсе не тревожит. Все в Библии написано точно, это верно. Я восхищен, пленен, люблю ее до дрожи. Но двоеточие шокирует. Но я не перевозчик, запоминаю фразу с трепетанием губ. Сомнения тенью отползают, впрочем. Язык без изменений не кажется ли груб? Вот так. Тут много-много материала. Теперь как это сделать, как людям дать? И вот Сергей часто звонил мне, не звонил, а писал, можно я зайду, поговорить надо. То есть он без разрешения никогда не входил. Он очень тактичный был. Вот так. Вот надо что-то делать с этим материалом. Как? Кто услышит, давайте советы. Буду избирать лучшие. А то, может быть, и не в одном варианте это издать. Наши ресурсы показывают, так можно и показать. Лишним не будет. Это первое. Мой мир, я в шапке. А где с голубем, это контрольный. И смотреть. Мой мир. Вот. А это форум, православный форум Игнатия Лапкина. Открытым оком. Во свете Библии. Вопросы мне задают. Сейчас буду смотреть. Ну и православный видеоканал. Открытым оком. Во свете Библии. Это очень большой тут. Просмотр 29 миллионов 516 тысяч. Подписчиков 29 тысяч 690. Ну это немного, сравняю с другими. Но уже нас отнесли к средствам массовой информации. Вот погода сегодня у нас, что получается? Среда минус 5. И главное, писали 0 будет, а тут минус 5. С чем вперед, а не на месяц. Ошибка на ошибке. Ни в один день не угадали. Разница идет. 29 даже будет в четверг. Там минус. До 30 градусов почти дошло. Вот так. Просчитать надо будет. На этом все. Но все-то все. А где же у нас тут? Ничего себе. Даже не знаю, где. Во свете Библии. Вот это. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Он должен у меня не здесь стоять. Я сейчас вот потащу его. Ну вот в этом месте он должен стоять. Тут я его и оставлю. Все на этом на сегодня. Библии. Библии.